Ну, Шура выходил, Лев выходил, да, потом выходил Соловьев, там Меша сначала Чешер, да, и поэтому стояло 4 пюпитра, разбегались, у каждого уже свой пюпитр, и они так вращали его, передавали друг другу вращение, и получилась такая как бы акробатическая эксцентрика, но с использованием не музыкальных предметов, а вот этих пюпитров. Кто знает, может, это тоже музыкальный эксцентрика. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, извините. Эквилибр, соло. Давай, бери уже, беги. Например, играй на каком-либо музыкальном ускорбите, стоя на катушках, на свободной лестнице или в проволоке, прыгая на шестерк, удерживая равновесие на штейн-тропе, сидите на стуле, и играя на скрипке, как это делал Варлей. Играя на трубе, стоя на штейн-тропе, на ногах, голове или одной руке, как это делал Боцарока. Ну, кстати, вот этот вот Боцарока, здесь есть его фотографии, вот, в заводе, он был явно специализирован. Он очень хорошо играл на трубе, на трубе. И мы решили соединить игру на этой трубе с этой вот, со штейн-тропе. Я сам не ожидал. Я сам работал вообще турнистом, турнистом. Вот. И, ну, что такое резин-вейли? Понятно, это обороты. С полнышкой, так сказать, еще иначе. И то, что он сделает на этой штейн-тропе тоже резин-вейли, для меня это было просто неожиданно. И он делал, я считаю, уникальный трюк. Вот. И то, благодаря своим таким каким-то необыкновенным способностям, он стоял капштейн на этой штейн-тропе. Штейн-тропе, была в каче. И еще она была закручена. То есть на момент кача, стоя капштейн, еще вращался вот так вот вокруг себя и играл на трубе «Алию мистер Рикса». Я помню, мы с ним еще это репетировали. Репетировали его, помню, в манеже. На квадратном. Я помню. Ну, конечно, к сожалению, он немного проработал. Но для меня это было пристойно. Насчет мастерства, вот как раз к этому номеру, Шпак рассказывал один случай, что на финале номера, когда я поднимал лебедка, у него случайно выпадает муштук из трубы. А нужно было закончить на какой-то очень высокой ноте. И он без муштука все-таки выдувает эту ноту, то есть как бы номер не завалил этот. Хотя, казалось бы, как без муштука можно сыграть. Вот по поводу того, что он, как он играл на трубе. Что музыкантов тебя поймут. Ну, как мог так играть? Я хотел сказать, что он показал высокий профессионал. Конечно, да. Он не играл раньше на трубе до циркового училища. То есть он взял трубу, как мы сказали, во время учебы и достиг очень больших высот. Да. В игре он на трубе. Экелема пара. Например, один из клоунов держит конец перша на плече, а второй идет по нему, играя на фрете, как это делали клоун Александр и Соколов. Один из клоунов балансирует перш на голове, а второй стоя наверху перша играет, предположим, на стрелке. Вот, кстати, тут тоже вот Дмитрий. Доквей, Доквей и Доквей и Доквей. Вот, кстати, это они написали на буклете, как о Жене Чернову. Это мы работали в поездке Канада и Америка. Вот там сделали вот замечательный буклет. И нам, ой, как нам было видно. Но мы до этого работали в Польше, в Польше. Представляете, мы работали в Польше. И вдруг ребята, вот эта тройка, они же в нашем коллекте, вдруг они куда-то собираются. Куда-то собираются. Оказывается, их пригласили во Францию. Во Францию. На какое-то без него. Вот с этим номером. Потому что был очень, действительно, хороший номер. Русский настоящий. Все уже. Вот. Это лаек-оркестр. Это упражнение предполагает игру на нескольких инструментах. Две трубы. Гитара и губная гармошка. Гитара, губная гармошка и барабан от ноги. Игра левой и правой руками. Да, ну, перцептина и рука. Здесь как раз вот Радунский, Володя Кримина и Дени Майховский, которые вот играют, наверное, в нескольких классовых инструментах. Музыкальный тандем. Вот. Кстати, вот этих названий, этих тем, это я, в общем-то, ну, как-то хотел определить конкретно вот каждую тему и дать им какое-то название. Мне кажется, музыкальный тандем – это такое удачное название. Игра на музыкальных инструментах в паре. Например, один клоун играет на друге, а второй нажимает на клавиши. Один клоун перебирает струны и контрабасы, а второй клоун выводит свечком. Аналогично со скрипкой. Вот тут вот тоже фотографии. Такие, в общем-то, традиционные музыкальные клоуны, которые играют двое на одной скрипке. Пустить петуха. В задачу упражнений входит имитация на музыкальный инструмент в человеческой речи. Музыкальный диалог, звукоподражание животным, имитация механических шумов, звуки идущего поезда, летящего самолета и других. И, кстати, можно показать вот это вот видео. Вот последнее видео, где барабаны. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА